Школа, в которой хочется учиться, отмечает юбилей. В американской столице уже 10 лет существует учебное заведение, в котором все говорят по-русски. Эта уникальная школа была основана 10 лет назад Эллой Коган. В прошлом советской жизни Элла была географом, потом отказником. А здесь, в Вашингтоне, в эмиграции долгое время работала в некоммерческих благотворительных организациях. Мне было жалко детей. Мне было жалко детей, которые оказывались в каком-то безвоздушном пространстве. Они не понимали, кто они, где они, что их объединяет, что их отделяет от других детей. И мне захотелось как-то этих детей собрать и объяснить им, кто они такие. Кто мы такие в массе своей? Мы русскоязычные или русскоговорящие евреи. Мы говорим по-русски, но у нас есть какой-то, так сказать, мотив еврейский в душе. И вот это была идея, которая объединила тех, кто при начале школы был. Да, русский язык как база, безусловно. И все предметы, и математика, и история, и рисование, все, что мы делаем, и театр, конечно, все идет на русском языке. При этом параллельно дети слушают, рассказывают о традициях, об истории, еврейской истории. Те, кто хочет, те учат иврит, те, кто хочет, те идут готовиться к бармицве и батмицве абсолютно по выбору. Вместе с тем у нас есть много людей, детей, которые не евреи. У нас есть украинцы, белорусы, армяне, кто хотите. У меня трое детей прошли через эту школу, но я очень благодарна Эле и вообще в школе, потому что они помогают детям поддерживать русский язык и сохранять еврейские традиции. Это очень важно для меня во всяком случае. Основатель и бессменный руководитель Элла Коган признается, что 10 лет назад у нее было больше вопросов, чем ответов, как и чему учить детей. Надо сказать, что родители были и остаются единомышленниками и опорой этой школы.